Скажите, пожалуйста, вот знаете, в пьесе мне очень нравится определение «любовь – это красота». И Елена Сергеевна в конце говорит, мы пойдем и будем искать эту красоту, так она красиво говорит. А что любовь для вас? Вот как для Игоря Владимировича. Ну что, я в пьесе совершенно бытовой, и говорю, что искать? Да, да, да. Это такой резкий контраст. Куда идти? Истины жизни. Что красота для меня? Нет, что любовь для вас. Ну, а любовь – это как сейчас, совместили с красотой или надо по отдельности? У каждого своя история. Что любовь для меня? Не знаю. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я как в момент понимаю, что без любви никуда. И что только любовь двигает мир. И что в каком настроении и состоянии ты будешь разговаривать с человеком, то ты и получишь в ответ. Это я понимаю, что надо. Любовь, она ведь даже во всем проявляется. Ну, может быть, даже и в подавлении собственной гордыни. Тоже вот нужно как-то. Я же иногда начинаю, иду и понимаю, что я обижен или что-то. И это разрушительная сила. Вот это обида. Любовь разрушительная? Нет, обида. Любовь-то нет. Обида, да. Детская история. Она разрушает все в тебе, и ты в каком-то состоянии пришел, в принципе, то же самое и получишь. То есть лучше-то ты себе точно не сделаешь в этом. Абсолютно с вами согласна. А вот значит, любовь – это противоположная история. Значит, нужно как-то… Обиде противоположное? Ну, вот тому, что надо у себя в сердце эту любовь, мне кажется, как-то культивировать. Ну, дали тебе по роже, да, вот так сказать, там… Ну, наверное, не надо обижаться на это, что ли. Ну, и не в прямом смысле, что дали там по лицу ударили. Наверное, нужно как-то, может быть, даже если не обращать на это внимание, ну, будет ли это любовь. Это я так к понятию «любовь» подкрадываюсь. Я понимаю, да, да. Потому что также ответить на этот вопрос, наверное, невозможно. Уж столько пыталась народа. Вот, и… Вот, я не знаю, я не могу сформулировать. Наверное, это всё-таки любовь – это твоё собственное сердце. Вот какое оно у тебя. Да, и от этого уже строятся взаимоотношения там с женщиной, с ребёнком, я не знаю, с матерью, там, со всеми. Вот этот кусочек вот такой, вот он, наверное, там… Или душа что-то там, я не знаю, что там есть. Ну, наверное, вот надо начинать с себя вот это. И потому что… Ну, кто может любить по-настоящему? Какой человек? Ну, наверное, тот, у которого вот там всё хорошо, всё в порядке. Я не знаю, как на это ответить. Я знаю точно, что вот на своём собственном опыте, что когда я с любовью к чему-то отношусь, вот внутреннее состояние, без формулы любви, а вот просто, когда я чувствую в своей душе вот что-то такое, что да, вот у меня летит всё, поёт. Вот это, наверное, уже и есть вот та вот маленькая любовь, которая приводит к какому-то результату, к большой, к этой любви. Но как только у меня там всё… Никакой любви не будет точно. Вот. Ни с кем. Потому что я всё это транслирую человеку. Вот. И поэтому вот в отношениях с кем-либо про любовь надо начинать с себя, с самого. А кто ты есть вот в этот момент? Вот способен ли ты встать на этот пьедестал, который называется любовью, и что-то кому-то отдать, какое-то чувство? Пособен? Пособен. Нет? Иди проспись. Там что-то как бы, да? Ну вот. И понятно, что только благодаря любви рождается, наверное, что-то интересное. Ну там дети, говорят, рождаются благодаря любви. И благодаря не любви тоже они бывают, рождаются. Но что вот в любви рождается? Да всё. Спасибо вам большое за такой интересный взгляд на любовь. Я ещё ни разу не слышала, чтобы к любви шли окольными путями, начиная с обиды, и вот так пройти такой сложный путь. Да даже не с обиды, а с самого себя просто надо начинать. И прийти к пьедесталу. Это очень красиво, но пьедестал любви, да? Имеешь ли ты право, в принципе, туда подняться? Ну да, наверное, но формула, мне кажется, всё равно... Не, ну конечно, там есть, наверное, формула любви какая-то. Но я не слышал вот так, чтобы вот прям вот услышал, мне понравилось. И я понял, что ничего за этим больше не стоит. Вот хватит этих трёх слов. Вот такого я не слышал никогда. Потому что настолько всё сложно. Всё это взаимосвязано. Душа, любовь, сердце, я не знаю, внешний вид, что угодно. Ну вот всё вот, всё это так вот. Это очень большое искусство любить. Настоящему. И когда каждый человек не может про себя, ну в принципе, я не знаю, но есть восторженные идиоты, которые говорят, а я люблю, а я люблю. Ну хорошо, ну приятно это чувство сиюминутное сейчас. Поверх нас надо. Пойди, осознай, что неделя пройдёт, и уже и ты изменишься, и любовь чуть-чуть погаснет. И как-то сиюминутность ситуации, да, она хороша, она прекрасна. Об этом там поэты, композиторы, художники, кто угодно. Что? А вот суметь вот это чувство пронести всю жизнь и остаться человеком самому в этой ситуации. Вот это уже, я не знаю, за это, мне кажется, надо давать орден за заслуги перед Отечеством. Да, согласна с вами. Потому что это самое сложное. Так что вот. Спасибо вам большое и за то, что вы нашли время, чтобы прийти и дать интервью, в принципе, любительскому каналу. Знаете, вы помогли мне увидеть своего героя с другой грани, вот как бы с другой стороны. Приходите в третий раз, вы скажете, мой персонаж самый порядочный. Потому что, ну что, говорите, любовники. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.